здравствуйте дорогие друзья я лобанова светлана мастерица из рамони сегодня я хочу вам представить работу которая называется в гостях у бабы яги основным моментом этой работы конечно представляет основной момент баба яга вот такая и мне кажется что самое интересное здесь это как сделать носик у бабы яги чтобы он был похож не на мой а именно на носик бабы яги сейчас я вам покажу этот маленький элемент в таком маленьком мастер-классе нам всего нужно нитки ножницы палочка два сантиметра можно меньше если у вас будет меньше бабы яга и вот такой 25 на 25 лоскутик ткани чтобы наш носик не просвечивался мы его завернем в любую какую-нибудь маленькую тряпочку или лоскуточек который вы найдете так как у нас голова верхняя часть больше чем подбородок носик мы сместим ближе от центра к одному из углов берем и просто его обнимаем вот таким манером берем ниточки и туго завязываем смотрите у нас получается уже носик если делать из трикотажа конечно он будет более тонкий но мне захотелось сделать это изо льна потому что лен это натуральная ткань так отрезаем наши ниточки смотрите носик наш готов теперь нам нужно сформировать голову берем наполнитель любой какой у вас есть предположим в такой синтепон сворачиваем и формируем головку вот так вот так если вы хотите сделать как у моей бабы яги длинную голову она будет длинная если вы захотите сделать круглую головку она будет круглая формируем носогубные складочки и туго завязываем ниточками потом ее доделаем доработаем вытянем ее вверх если нам не хватает мы ее вот так поднимем головку и заматываем ниточками вот такую голову голова конечно может быть сделана из ваты из любого наполнителя когда мы посмотрим вот такой вот нос он смотрит у нее вниз смотрите вот носик если мы сделаем здесь глазки и повяжем платочек она у нас уже будет в косыночке так вот эти складочки которые находятся у нас внизу вверху вот смотрите бабка яга тоже не молодая она старенькая да у нее вот складочки вот такие здесь носогубные называются когда вы начнете формировать ее лицо глазки вы иголочкой притяните глазки и они будут уже сидеть глубоко и этот глазик и этот глазик я думаю что бабе яги это основной нос вы можете как угодно сделать голову круглую длинную но если мы не сделаем интересный носик не получится бабкиюшки все остальное руки ноги мы делаем по выкройке вот такие выкройки мы прикладываем к ткани которая сложена вдвое прострачиваем вокруг нее на машинке не захватывая выкройку потом обрезаем выворачиваем наполняем синтепоном или синтепухом любым наполнителем у нас получаются руки и у нас получаются ноги а таким же манером мы сделаем туловище ткань два сложена прикладываем выкройку прострачиваем на машинке на пять миллиметров не захватывая выкройку вырезаем ножницами выворачиваем и наполняем синтепоном или синтепухом наполнителем и у нас получается вот такая бабка ежка вы можете ее нарядить как хотите вы можете ее украсить бусами в данный момент в сказке гуси лебеди бабка яга плетет у нее в руке веретено кудель она вот у нас сидит за работой когда к ней приходит сестра мальчика которого гуси лебеди своровали то она именно плела кудель и почему она добрая потому что мальчик не боится он улыбается девочка не боится она же очень хитрая и она никогда не встретит ребенка сразу чтобы он испугался поэтому вот эта композиция называется в гостях у бабы яги всем ей всем в данный момент здесь хорошо и ворону и сове и детям до скорой встречи